11.06 в нашем городе, это программа Дневной Разворот. Добрый день, Николай Голиков и Владимир Сметанин. Здравствуйте, сегодня пятница, 24 августа. После 12 часов вас, по традиции, ждет программа Культ Поход. Сегодня мы там будем принимать гостей из Вятской Филармонии. Да, вот недавно вроде закрывали сезон, а уже пора открывать новый. А это значит что? Это значит, что лето пролетело. Ой, сегодня вообще день пессимистов. Все ходят и говорят, я же вам говорил, что лето будет поганое. Вот, дождались. Хотя, да, 24 августа, это довольно забавное лето. Уличили момент, чтобы упрекнуть. Свою правоту, так сказать, подтвердить. Хорошо. Что касается этого часа программы Дневной Разворот, то после 11.30 вы сможете услышать рубрику «Говорит Киров». Она была записана накануне. Сегодня гостем программы стал заместитель начальника Департамента городского хозяйства администрации нашего города Дмитрий Печенкин. С Дмитрием Александровичем мы поговорили о ходе ремонта тротуаров в нашем городе. Напоминаю, что в марте этого года вместе с президентскими выборами у нас еще было голосование за территории, которые нужно благоустроить, в том числе и за пешеходные дорожки. Собственно, как идет этот процесс, все можно услышать после 11.30. Ну, а сейчас представляем нашего гостя, тоже представителя городской администрации. Тоже представителя городской администрации. И тоже как-то тема немножко связана, может быть, с тротуарами. У нас в гостях сегодня Александр Сидельников, начальник управления развития предпринимательства и потребительского рынка администрации города Кирова. И говорить мы будем о том, что мэрия намерена усилить борьбу с национированной торговлей, которая как раз на этих самых тротуарах, собственно, у нас и ведется. Добрый день, Александр Ильич. Добрый день. Добрый день. Да, здравствуйте. Накануне появилась информация, и, собственно, это повод для нашей встречи, информация о том, что в мэрии нашего города предупредили об усилении борьбы с несанкционированной торговлей. Вы тоже недавно были как раз-таки в программе «Говорит Киров», и мы предупреждали о том, что не будет администрация дремать и будет предпринимать все возможные меры для того, чтобы с улицы нашего города убрать незаконных торговщиков. Давайте сегодня выясним, как продвигается. Мы знаем, что сегодня погода немножко подпортила, дождь идет. Несанкционированную торговлю подпортила. Да, несанкционированную торговлю, и вы бы сегодня в рейды отправились как раз-таки, да? Да, сегодня были запланированы рейды. Ну, давайте начнем. В чем суть этих рейдов? По порядку. То есть мы понимаем, что с окончанием лета, с началом уборки урожая проблема несанкционированной торговли на улицах и городах обостряется. В том числе начинают вызревать бахчевые культуры, и, наверное, каждый видит по обочинам дорог, начинают какие-то непонятные... Александр Алексеевич, тут еще момент такой, они начинают вызревать, у нас их уже где-то полтора месяца продают, вот это тоже немножко тревожит. Давайте разделим бахчевые, которые к нам привозят, дыни, арбузы, и, собственно, то, что выросло на наших приусадебных участках, в нашей зоне рискованного земледелия. Давайте сначала вот коснемся тех людей, которые везут со своих огородов за город. Ну, либо грибочками еще продают из леса, так сказать. В моем еще нет. Есть, как литические, всегда есть, да. Хорошо, давайте все-таки поймем, что решением Кировской городской думы по правилам благоустройства в городе торговля с рук на улицах города в иных местах у нас запрещена. Разрешена только там, где мы своим постановлением, либо у нас есть схема размещения нестационарных сезонных объектов и круглогодичных, то есть где мы разрешаем. Все остальное это незаконно. Поэтому я бы хотел вот именно поделить на две части. Это наши пенсионеры-садоводы, которые торгуют, и все, что остальное несанкционированное, в том числе бахтевые, овощи, фрукты. Сразу хочу сказать, что все места несанкционированной торговли в городе нам известны. Ну, я могу так вам... Ну, они как бы и не скрываются особо-то. Они не скрываются. Нам известны тоже, не только вам. И здесь, если мы не трогаем, ну, пока не трогаем наших садоводов-пенсионеров, понимаем, что это какой-то копеечка им на проживание. И я вам показывал, что у нас есть мысли все-таки, скажем так, облагородить эти места. А самая проблема-то ведь в том, что это не украшает наш город. Вот эти ящики, непонятные конструкции, ну, извините, провинциальный, если не хуже еще того сказать, даже не восточный базар. Поэтому проблема-то в том, что рядом с нашими садоводами устраиваются, пристраиваются люди, которые просто перепродают продукцию. Ведь не секрет, есть база плодовощная, я купил там помидоры, перцы, картошку, там еще что-то, тех же бахтевые. И пришел бесплатно, сел на тротуар и начинаю свою предпринимательскую деятельность. Не имея ни разрешения, ни документов, ни весов, ничего, ничего. Никаких сертификатов. И у нас есть очень много жалоб, опять же, вернусь, как к захламленности, замусоренности территорий, там, также на обсчет, на обвес. И вот здесь, опять же, хочу призвать жителей, скажем так, не покупать, не рисковать своим здоровьем, потому что я вот не понимаю, откуда эта продукция. Поэтому мы это не оставляем. Как раз сейчас, вот, в последние 2-3 недели мы усилили именно некие рейды. И хочу сказать, что вот на этих площадках, а их у нас порядка 10 в городе, рядом с садоводами сидят одни и те же люди. Это не какой-то хаотичный процесс, а вот облюбовал человек какой-то... Постоянное место работы уже, да? Да, да, да. Хочу сказать больше, что во многих местах у них там в мороженые мини-склады в виде припаркованных газелей. Вот Труда и Карломасса, вот вы знаете там, ну, извините, полубомжеватого вида дяденька, который... Я знаю это место прекрасно. Да, я не знаю, что с ним делать. То есть он где-то у него и место жительства-то, и ничего за душой нет, и административные штрафы ему ни о чем не говорят. У него там москвичок синенький, мы приезжаем с комиссией, он выписываем, ну, административный штраф, он складывает в это все москвичек, когда уж вы уедете, я сейчас все достану и буду торговать дальше. А помните размер штрафа? От 3 до 5 тысяч. От 3 до 5 тысяч. И мы, в принципе, можем ежедневно приходить и выписывать ему... Ведь все равно административная комиссия, насколько я знаю, что если не серьезное нарушение, человек пришел на административную комиссию, может просто замечание высказать ему там за нарушение, и человек там скажет, да, ну, извините, в чем-то ошибся. То последующие разы уже по потолку 5 тысяч. Вот поэтому, по-моему, около 10 штрафов у этого дяденьки есть, но, тем не менее, могу сказать, что последний раз, когда мы попросили его, подошла жительница города и сказала, ну, вот да, мне не нравится, вот то, что он тут делает, он еще начал на нее возмущаться, ты иди, не мешай мне. А чем торгует-то, простите, ну так, без рекламы? Какая реклама? Победу, перцы, там, картофель, там. Ну, стандартный набор совочной базы. Это все совочные базы. Ну, совочной базы даже непонятно где, дай-то бог, совочной базы. Это еще неплохо было бы. Он постоянно там сидит. А вы понаблюдали со стороны, подходят, покупают? Ну, к сожалению, подходят. Покупают, да? Покупают, да. И там еще такой момент, он дольше всех там сидит, и когда уже вечером люди идут, там многие бугульки уже проторговали свой товар, ушли, а он там. Поэтому что, покупают, покупают. Ну, кстати, давайте еще... Ориентируются на тех, кто себе запоздал и ужин решил приготовить. Давайте об этой площадке, да? Ведь все-таки это, можно сказать, центр. Самый центр. Самый центр. И нами разрешена ярмарка, по труда чуть понежит. Там чуть понежит полпортал. Там выставлены как раз прилавки для садоводов. В прошлом году, по-моему, их организовывали. Или раньше. Нет, мне намного раньше. Очень давно. И когда наши пенсионеры... Ну, мы ведь... Ну, некрасиво. У нас президент, по-моему, там кто? Президент приезжал в поликлинику. В ВВС. В Ряном, как раз, да. В Рядышком. Нет, там. В Ряном, как раз, да. В Ряном, как раз, да. Ну, кафе «Ветеран» вот тут. Нет, пониже. Там прямо на перекресток труда и карла Марса. На против трансагентства, да. Хорошо. Они молча встают, забирают свои там помидорчики, огурчики и переходят на ту площадку, которая пониже организована. Ну, понимаете, слово «трафик», то есть проходимость людей. Потом две бабули перешли, и вот этот такой бесконечный поток перемещения садоводов происходит. Хотя еще раз хочу сказать, что для них организована площадка. Пожалуйста, торгуйте. Ну, вот, ну, опять же, возвращаемся к болевым точкам. Поэтому труда и Карла Марса, Октябрьский 4, Щерса и Попова. Ленина Мопра. Ленина Мопра. Я уже не говорю у наших рынков. Октябрьский Маклима. Да, у наших рынков. На Роза-Лексимбург. У рынков там вообще не пройти, да. На милицейской. Там вообще непонятно. Вот площадка для торговли. А почему вы здесь вот на тротуаре находитесь? Есть свободные места. Да, сразу хочу сказать, что и на центральном филиале и в Октябрьском есть свободные места, пустующие места для садоводов. В частности, вот на Роза-Лексимбург недавно специально заехал, посмотрел. Они внутри стоят там как раз на территории. Люди все сидят вдоль тротуара. Да помните, там стоимость льготных мест, она и чисто символическая? Она чисто символическая. У нас, по-моему, 30 рублей сейчас в день. В день? Да, да. 30 рублей в день. Вот. То есть те, кто сидят на тротуарах, экономят 30 рублей. То есть килограмм огурцов, например, да, продался. Да, ты уже в состоянии заплатить за льготные места. Вы знаете, услышал, вот, допустим, если к милицейской вернуться, там у нас справа от входа, от центрального сделана эта мини-ярмарка для садоводов. Садоводы, зная, что будут рейды, покупают билет за 30 рублей, переходят туда, пока идет рейд, а потом обратно переходят на тротуар. То есть, в принципе, даже эта плата не такая принципиальная, но вот какие-то. Поэтому, что хочу сказать? Хочу сказать четко. Сейчас у нас создана служба административно-технического и муниципального контроля. То есть такая единая служба. Да, единая служба, где централизованная... Приказом главе администрации. Да, она подчиняется именно главе администрации. Поэтому сейчас мы изучили опыт других регионов. И нам, ну, скажем так, мы устали тратить свое время и силы. Ну, вот, допустим, я был на Октябрьском 4, мы с полицией пришли, рядом стоит эта газель, он сложился. Он сел и ждет, когда мы уйдем опять. Медленно-медленно носил свою продукцию. Я еще пошутил, сейчас ты быстро-быстро все принесешь обратно. Поэтому мы разрабатываем сейчас все нормативные документы и опыт других регионов. Без изъятия вещей либо орудий нарушения очень сложно с этим будет справиться. Поэтому я хочу сейчас объявить, что мы будем, как власть принимать меры, будем изымать. Сейчас все нормативные документы готовятся. Кто это должен делать, как это должно, где это должно храниться. Поэтому мы этот процесс все равно пресечем и не станционированную торговлю именно теми людьми, которые перепродают продукцию. А ее, честно сказать, видно. Да, конечно, видно. Садовые помидоры, не садовые. Видно-то видно, а доказать? Что он купил на базе или она купила? Или тут не надо будет доказать? По идее, они все нарушают. Еще раз, мы уже места для садоводов прорабатывали, когда у человека должна быть садовая книжка, либо разрешение на участок. И третье, видно продукцию садоводческую. Ну, что тут уж. Поэтому я думаю, что со следующей недели, со срединной недели у нас будут рейды в составе полиции и службы административно-технической инспекции с изъятием орудий и нарушений. То есть уже на следующей неделе вот этот вариант с изъятием будет использоваться, да? Да. Хорошо, давайте поподробно поговорим о новом порядке работы с торговцами. Уже после небольшой паузы напоминаем, что мы беседуем с Александром Сидельниковым, начальником управления развития предпринимательства и потребительского рынка администрации областного центра. Вернемся через полминуты. Так, очень важные сейчас вещи прозвучали, по словам Александра Алексеевича, со следующей недели все-таки уличным торговцам придется не сладко, все нормативные акты, законодательство будет подготовлено для того, чтобы изымалась, собственно, продукция, которая... Незаконно продаваемая продукция может быть изъявлена. А здесь видите... Давайте поговорим, как это будет проходить. Давайте сначала о нормативном. То есть продукция, она будет изыматься и арестовываться, то есть смотрите, какая процедура. То есть мы говорим, что согласно закону Кировской области номер 200, мы выписываем административный штраф, административная комиссия рассматривает и накладывает его за нарушение правил благоустройства в городе. Поэтому в обеспечении этого наказания мы арестовываем, задерживаем порядки обеспечения. Вот здесь такой важный нормативный нюанс. Это чтобы он пришел? Да. Он заплатил штраф административный, вот чтобы не было у нас там по 10 пустых, пустых, пустых выписанных штрафов. И мы выдали обратно эту арестованную продукцию. Откровенно сказать, начнем пока только с орудий вещей, ну, ни продуктов, ни овощей, ни фруктов. Там столы, весы. Вот пока вот с этого начнем. А в дальнейшем, потому что это нужно специально складские помещения, хранить эту арестованную продукцию. То есть вот начнем пока с, там, Скоропорт. Хотя закон тоже пишет, что Скоропортящая продукция либо реализуется, либо просто утилизируется. То есть вы имеете полное право, собственно, под пресс пустите на все дело. Поэтому, еще раз, служба административно-технического контроля будет выписывать штраф и проводить процедуру изъятия. Значит, будут представители администрации города. Вот, например, опять же, на Октябрьском 4, там и на Комсомольской люди говорят, мы предприниматели. Мы не лица, некие лица. Ну так вы, а вы им в ответ-то, покажите документы, докажите, что вы предприниматели. Пытаются даже мне объяснить, хотя очень сложно, что мы даже платим там налог единый, вмененный. Я только не представляю, как. Он же платится с квадратного метра какой-то, скажем так, арендованной, либо своей площади, вот как здесь на тротуаре, на улице. Ну, тем не менее, здесь опять работа налоговой. Раз они уже говорят, что мы ИП, давайте будем смотреть, вообще платят и как они платят налоги. Сразу хочу всех предупредить, что сейчас... Так это же просто очень сделают. На сайте Федеральной налоговой службы просто данные забиваешь, человек и видишь. Ну да, ну давайте это уже поляна налоговой. Но в перспективе, да? Да, конечно. Возможно, эта работа будет наложена. Вот, хочу сказать, что сейчас по законодательству, вы знаете, что у нас сейчас косы, косы у нас онлайн, сразу идет передача данных. И по законодательству сейчас все, кто имеют наемных работников, должны быть с косовыми аппаратами. Все, вот кто на ярмарках, на рынках, а с 2019 года все должны иметь косовые аппараты. Имеют или не имеют наемных работников. То есть любая реализация продукции, посмотрим, будут ли какие-то исключения из закона. Вот эти ярмарки на центральном рынке, на филиале его Октябрьском, еще различные. Люди должны быть с косовыми аппаратами. Так вы сказали, примерно в середине следующей недели, это что у нас там будет, 29-30-й? Ну конечно, в августе. Четкие даты можете назвать сейчас, Александр Алексеевич? Когда пойдете в такие уже? Ну чтобы бабушки успели купить эти билеты себе на место на центральном рынке. Нет, пока не буду. Ну, к сожалению, мы приехали на Октябрьский, 4 половина, перекупов нет. Информация как-то странным образом просачивается. А вот это интересно, как же момент. Каким образом заранее узнают? Потому что я просто проходил мимо центрального рынка, подошел какой-то мужик, который там уже развернулся, говорит, давай быстро сворачивайся, сейчас придет рейд. Он начал сворачиваться, я проходил мимо просто. Думаю, значит, где-то есть какая-то утечка все равно. Ждут. Поэтому еще раз хочу сказать, что нам надоело, извините, бегать и бесцельно просить их свернуть свою торговлю. К сожалению, люди, ну слово грамотный или подкованный, наверное, больше подкованный, начинают спокойно спрашивать, кто ты есть такой, предъяви документы, что я нарушаю. Поэтому пока мы объясняем, предупреждаем, что если вы не поймете, а еще хочу, скажем, сакцентировать, что одни и те же люди находятся на этих местах и площадках. То есть вот они как, мы понимаем, что сезон, это у них выручка, все равно это сезонная торговля. Несмотря ни на что, что они понимают, что они нарушают, начинают всякие там рассказывать интересные вещи в оправдание себе, а иногда просто грубят. Вот я буду здесь, там, вот на Чёрстве и Попова, там одна женщина, там, ну не сказать, что бы там послала, но не мешайте мне работать. Выпишите там свой штраф, а не мешайте работать. Еще вопрос такой, смотрите, вот выписываете штраф, а, собственно говоря, потом административная комиссия когда собирается уже по этому протоколу? Там, по-моему, раз в неделю кратность. То есть раз в неделю, да? То есть просто так вот в ту же минуту после выписки побежать и заплатить не получится. К сожалению, нет. Нет, поэтому на самом деле получается действенное мероприятие. Кстати, уважаемые слушатели, вы можете участвовать в нашем опросе на сайте и на нашей странице ВКонтакте. Вопрос следующий и два варианта ответа. Покупаете ли вы овощи и фрукты с уличных лотков? Ну, два варианта ответа. Первый, конечно же, да, устраивает смирная цена, второй, нет, это же антисанитария. Не поверите, ровнёхонько 50 на 50 голосует. А вот ты какую кнопку клавишу нажал? Я говорю, что нет. А я говорю, что да, вот у нас 50 на 50, я покупаю. Но не у тех товарищей, о которых мы сегодня говорили. Я согласен с Александром Алексеевичем о том, что тут, собственно, значит уже много, либо ты покупаешь, либо не покупаешь. Не будет спроса, это, собственно, будет исчезать, так или иначе. Давайте про бахчевые ещё поговорим. У нас 5 минут остаётся. Что в отношении этих торговцев предпринимается? Ну, вот здесь давайте тоже интересный факт. Мы разрешили торговать бахчевыми в сторону советского тракса за старым мостом. Ну, знаете, это есть уширение, в простонародье называется Дамба-Макария. Слободской тракт. Слободской тракт, Слободской и улица, по-моему, проезжая. Да-да-да. Вот. Мы пытаемся всё-таки сделать некую цивилизованную продажу бахчевых. Всем, как правило, восточным людям, которые пытаются продавать бахчевые, говорю уже не первый год, предложите мне хороший вариант бахчевого развала. Ну, как минимум поддоны, обтянутые какой-то красивый сейчас вот этой скрупной ячьёй зелёной. Это администрация готова предоставить это всё организовать? Подождите, сейчас по порядку, да. Организуйте, дайте мне. Будем тогда разрабатывать именно проходные площадки, чтобы бахчевой раздал. Ну, и давайте ведь любому человеку сейчас после августа, когда на самом деле бахчевые там на дачу, хотелось бы купить эту ягоду, да, арбуз или дыню. И где их купить? Естественно, рынки наши существующие, официальные. И где-то было бы удобно. Но не слышу обратного, скажем так, отклика. Тут вот как раз на возложении флага с диаспорами разговаривал. Что вам мешает? Поговорите со своими земляками. Очень сложная процедура выделения земельного участка через конкурс. А как-то упростите. Ну, как администрация может упростить процедуру там выдачи в аренду земли? Очень сложно. Поэтому вот на этой дамбе мы, в принципе, конкурс был выигран. Человеку объяснили, как нужно. Он не понимает. Мы-то сейчас там эту торговлю отзываем и снимаем. Потому что на земле, на картонках, говорю, хотя бы минимум. Ну, фарту тех хотя бы одень. Бэйдж, ценники, мусорные, скажем так, бак здесь, благоустройство. Ну, не понимают. Поэтому это тоже будем искоренять. И сейчас прорабатываем вопрос. Все-таки за муниципальное средство, возможно, на дамбе, либо выберем более интересную площадку, за свои средства сделаем цивилизованный бахтевой развал. Ну, это вот как вот здесь у нас, картиночки? Конструктива, да, приятное. И будем предлагать тогда в аренду нашим предпринимателям торговать. Торговать уже цивилизованно. Вот ларечек, который с сеткой обтянутый, он же совсем недорогой получается. То есть речь-то не о крупных деньгах совершенно. Ну, симпатично, да. Единственное, что по бахтевым, как раз призываем бизнес, пожалуйста, вкладывайтесь. Все говорят о долгосрочности, чтобы вложения были каких-то средств. Мы говорим, готовы на долгосрочные. Наши лишь бы это было цивилизованно. В этом году, Александр Алексеевич, вот это уже предлагается организовать, или уже не успеваем? В этом году, к сожалению, не успеваем. Сезон в курошку. Потому что опять вопрос выделения земельного участка непростой. Как это нужно сделать? Все правильно. Поэтому я думаю, что это предложение будет следующего сезона. И потом будет только вот либо так, либо никак. Либо досвидание. А тут природоохранные ведомства не скажут свое, не выразят свое неудовольствие вот этим способом? Роспотребнадзор, все-таки дорога рядом, выхлопные газы и так далее. Но я понимаю, что вы тут пытаетесь как-то... Эти компромиссы. Более цивилизованный способ предложить, но все-таки дорога-то остается дорогой, она тут поблизости. Ну, мы, естественно, проработаем со всеми ведомствами, но вопрос ведь в другом. Там все равно несанкционированная торговля. Давайте сделаем ее цивилизованной. Естественно, если там охрана природы скажет, ну, категорически мы против, значит, будем искать другую площадку. Хорошо. Так, на этом мы, наверное, завершаем наше общение, да? В общем и целом мы осветили. Во-первых, предупредили, что со следующей недели... Серьезные санкции будут применяться к людям, которые ведут несанкционированную торговлю. Изъятие средств торговли. Изъятие средств торговли в перспективе и, собственно, товара. Да. Помещение, кстати, уже подыскано, где хранить, вот, собственно. Ну, склад на центральном рынке мы сейчас уже есть. У нас же есть подведомственная, наши организации, где мы стопроцентный вставной капитал, поэтому... Это проблема решается, да. Ну, и, во-вторых, сегодня важный момент, еще один мы отметили. Это вот более цивилизованная торговля бульчевыми культурами. Предложения, поступившие со стороны администрации, вот, таких небольших павильончиков, да, палаточек, все-таки. Разрешили, бог с ними, торговать на дамбе Макария, на Слободском тракте. Но это мы, как выяснили, в следующем году уже, если согласятся, да, пойдут на встречу предпринимателей. Будет организовано. Спасибо. Спасибо. Александр Сидельников, начальник управления развития предпринимательства и потребительского рынка администрации нашего города. Сейчас небольшая реклама, затем рубрика «Говорит Киров», где речь пойдет о ремонте тротуаров. Спасибо. Говорит Киров. Добрый день, в эфире программа «Говорит Киров». Меня зовут Владимир Сметанин. Я приветствую Дмитрия Печенкина, заместителя начальника департамента городского хозяйства администрации нашего города. Дмитрий Александрович, добрый день. Добрый день. В ближайшие 10 минут мы поговорим о ремонте тротуаров в нашем городе. Это одна из частей реализации программы «Формирование комфортной городской среды». Мы активно анонсировали ее в нашем эфире. И напомним, что жители города непосредственно принимали участие. Голосование было организовано в марте за какие участки выбирать, какие ремонтировать. Итак, давайте подведем некоторые подытоги, где сейчас происходит работа по ремонту тротуаров. В чем нюансы заключаются? Ну, действительно, у нас в текущем году, как мы ранее говорили, реализуется федеральный проект «Формирование комфортной городской среды». И в 2018 году акцент сделан довольно-таки значительный на ремонт тротуаров, которые у нас расположены на улице. Но вкратце я сейчас приведу основные параметры. Мы на сегодняшний день уже подписали по результатам торгов муниципальный контракт. Общая стоимость контракта составила 51,6 миллиона рублей. По результатам мы отремонтируем тротуары на городской территории протяженностью 12,3 километра. Значит, на сегодняшний день немалая цифра. Немалая цифра, если учитывать, что в прошлом году у нас где-то порядка чуть более одного километра было отремонтировано. Это было только на деньги городского бюджета? Это только деньги местного бюджета. Ну и опять же напомню, что перечень этих пешеходных зон тротуаров был определен в марте месяце. По результатам рейтингового голосования эти зоны были разбиты по каждому району города. И, соответственно, в каждом районе были определенные лидеры. И вот на сегодняшний день из таких зон у нас тротуарных 20 в целом по городу получилось. На сегодняшний день уже подрядчик к работам приступил. Активно они ведутся, если говорить, в центральной части города улица Труда. На Казанской приступили к работам, улица Ленина. Московская, Сурикова, Некрасова, перекресток, пересечения Октябрьского и Дзержинского. То есть работы уже по факту начались и они находятся на разных этапах выполнения. Подрядчик? Подрядчик города Ромострой. Единственный подрядчик, который занимается? Да. Значит, по контракту у нас определен срок. Это 30 сентября, до которого все тротуары, все 20 зон тротуарных должны быть сделаны. На сегодняшний день, в принципе, все работы идут в графике. Я отмечу, что у нас в большинстве работ предусмотрена укладка тротуарной плитки. И, соответственно, здесь погодные условия... В брусчатке? Ну, в брусчатке, да. Здесь погодные условия в виде осадков никак не сказываются на процессе производства работ. Работы идут, как я уже сказал, в графике. А вот это решение о том, чтобы именно с брусчаткой, с плиткой работать, оно удалось легко? Или были все-таки вот еще некие разночтения, соображения? Может быть, асфальтировать все-таки будем? По-моему, вы говорили об этом ранее в нашей студии. Об этом мы уже обсуждали. Во-первых, брусчатка, она более, наверное, такой эстетический материал и более долговечный и практичный. Ну, берем всю центральную часть города, где у нас предусмотрена брусчатка на тротуарах. Это в основном тротуары, и там есть подземные коммуникации. То есть, в случае, опять же, каких-то аварийных работ, земляных работ, тротуарную плитку, брусчатку проще убрать и проще восстановить. А при асфальтовом покрытии мы сразу же нарушаем покрытие тротуара. И делаем заново. Ну, тем не менее, у нас на Авиатском районе все-таки часть тротуаров предусмотрена с использованием асфальтобетонных покрытий. Также мы уже поясняли, почему это сделано. Это в том числе по улице Советская, центральная улица на Авиатском районе. Там такой проблемы с коммуникацией нет. И есть уверенность, что данные тротуары, они прослужат без вот как раз такого воздействия при земляных работах, ну, долгое время. Просто я насчет брусчатки хочу заметить. У нас особенность такая, не знаю, может, в других городах тоже. Проходит какое-то время, и подушка вот под брусчаткой, она проседает и начинает проваливаться. Да? Это во-первых. Во-вторых, все-таки есть у нас еще люди, которые, видимо, ходят, присматриваются, абы что себе унести с собой эти кусочки. Как с этим будете разбираться? Ну, вот сейчас на стадии производства работ со стороны заказчика. Заказчик у нас, дирекция дорожного хозяйства. Осуществляется технический надзор, то есть за каждым этапом производства работ. И за тем основанием, которое под брусчатку готовится, в том числе, чтобы соблюдались все нормы, чтобы мы в последующем не имели там где-то провалов, где-то еще каких-то нареканий. Потому что, ну, и по ходу работ, наверное, признаюсь, приходится подрядчика иногда корректировать. Где-то, чтобы исключить подтопление территории, приходится указывать там на уклоны, чтобы не получить после осадков какие-то скопления. Предвидеть, куда вода должна будет уходить, чтобы она не скапливалась здесь. То есть в процессе производства работы все равно со стороны дирекции дорожного хозяйства определенные замечания есть, они устраняются, потому что на каждом еще ни один объект не принят. Каждый объект пока в работе, вот эти мелкие нарушения, они в любом случае устраняются подрядной организацией. 30 сентября, вы сказали, да, крайний срок? 30 сентября это крайний срок. Ну, если не успеет. Если не успеет. И этот вариант уже иметь в виду? Теоретически этот вариант, он прописан и в условиях муниципального контракта, предусмотрены и штрафные санкции за невыполнение, во-первых, срока исполнения контракта. Ну, вот по тем темпам работы, по тем намерениям, которые сейчас выдерживает подрядчик, у нас опасений, что именно по тротуарам мы ложимся, опасений, что по тротуарам сроки не ложимся, нет. Если говорить о других направлениях, тоже программы формирования комфортной городской среды, которые сказываются на благоустройстве нашего города, давайте напомним, что это. Значит, еще два направления на текущий год у нас предусмотрено по комфортной городской среде. Это ремонт дворовых территорий. На сегодняшний день четыре лота уже отыграно. Лоты были сформированы в текущем году по каждому району. По результатам торгов появилась экономия. И на эту экономию сейчас сформирован дополнительный перечень. Он тоже уже находится в процедуре закупок. А сколько всего дворов помните в этом году? В текущем году в первых лотах у нас 46 дворов. И на дополнительный перечень еще 6 дворов. А, 52 двора. И там тоже ведь крайние сроки определены? Да, там тоже крайние сроки определены. Также это сентябрь месяц. Ну, я думаю, что здесь также будут работы выполняться. И еще одно направление? И последнее направление – это общественные территории парки. Значит, на текущем году мы предусматриваем работы по завершению благоустройства Кочеровского парка. Он также был определен по результатам рейтинга голосования. И еще один объект – это проектирование благоустройства набережной тренера Пушкарева на Авиатском районе. В текущем году мы ее проектируем. В следующем году выполняем работы по благоустройству. По Кочеровскому парку у нас на сегодняшний день, я повторюсь, там определены несколько видов работы. Это, во-первых, система водоотведения, потому что тема для этой территории актуальная. Чтобы нам сохранить в дальнейшем все созданные объекты благоустройства, здесь в первую очередь необходимо отвезти воду, чтобы нам не получить затопление тех пешеходных дорожек, иных объектов после зимнего периода, либо после осадков. Значит, второе направление – это все-таки доделать пешеходные дорожки, которые на сегодняшний день там имеются. Это центральная дорожка и со стороны улицы Кочкина, а также подходы к Быстрице. Это тоже граждане определяли, и это востребовано, потому что на сегодняшний день там, так сказать, народные тропы, которые нуждаются как раз в их благоустройстве. Третий вид работ – это установка сценического комплекса на территории парка, посадка зеленых насаждений, в том числе живой изгороди и хвойных деревьев, ну и установка туалетного комплекса. Этим всем будут разные подрядчики заниматься? Или вы все-таки предпочитаете работать как-то? На сегодняшний день мы закупку проводим по каждому виду работ отдельно, то есть по результатам аукциона, если заявится на это один подрядчик, то будет один подрядчик. Если будет какая-то конкуренция, будем смотреть по результатам аукциона. На будущий год программа формирования комфортной городской среды, вот сейчас уже можем говорить, что она будет продолжаться и вырисовывается, опять же. Проект рассчитан в целом до 2022 года, и отбор, который мы проводили в марте этого года, общественных территорий по результату… Совместно с президентскими выборами, да, я напомню. Да, 18 марта. Значит, показал, что благоустройство именно парковых зон, каких-то зон территории общего пользования очень востребован жителями города. И мы на 18-й год, как я уже сказал, сформировали перечень объектов, которые сейчас выполняем. По 19-му году также определен перечень объектов предварительно. Это опять же все предварительно. Я думаю, что по результатам 2018 года общественная комиссия, когда будет подводить результаты, уже определит конкретные объекты, которые мы в течение зимнего периода спроектируем. Ну, как еще ранее я отметил, мы уже проектируем набережную на Авиатском районе, потому что она у нас оказалась в лидерах, но там довольно-таки такой сложный объект в целом. И было принято решение, что в текущем году все-таки ее спроектировать и обсудить с жителями конечные результаты. Каким образом обсудить? Ну, в любом случае, тот проект, который будет разработан по результатам заключаемого контракта, мы все-таки представим на общественное обсуждение. И сейчас в правительстве области прорабатывается вопрос по созданию центра компетенции именно по городской среде с привлечением и общественности, и архитекторов, и дизайнеров, чтобы на стадии реализации не возникли вопросы, а почему, например, вот это не предусмотрели, здесь сделали фонтан, а вот там не сделали... Понятно, чтобы опять не началось до этих мнений различных и так далее. Все-таки нужно выступать каким-то единым фронтом. Спасибо большое. На этом завершается программа «Говорит Киров». Дмитрий Печенкин, заместитель начальника Департамента городского хозяйства администрации нашего города. Всего доброго. До свидания. До свидания.